Друзья, я обещал вам показать, как я натягиваю холсты на подрамник Что для этого вам понадобится? Понадобится такой степлер, я покупаю Rapid фирмы Вот они подороже, но надежные Перед этим я покупал разные другие фирмы Ну, как говорится, порошок, который не стирает В итоге потраченные деньги впустую Лучше купить сразу подороже И понадобится вот такой натяжитель В художнических магазинах он продается Они разные есть, бывают пошире вот эти плоскости Натяжитель для холстов Подрамник Допустим, это белый чистый холст Допустим Нам нужно натянуть его на подрамник Сейчас я готовлюсь к выставке ArtPerm Поэтому есть возможность вам показать Ну так вот, вот чистый холст И мы на него кладем Да, у подрамника есть бортик Для того, чтобы холст, когда натянется, не касался этой деревяшечки Мы его кладем и произвольным образом натягиваем Но здесь мне нужно просто совместить вот эти точки Вот я просто на ощупь их совмещаю И понимаю, что у меня будет все в порядке Поскольку это картина все-таки То мне нужно... Я натягиваю по центру Я забиваю пару Пару ударов здесь Девушки, женщины Не бойтесь Вот все Вы теперь стали мужчинами Смотрите Натягиваю И делается это элементарно и быстро Вот все По центру Теперь здесь по центру То же самое Смотрите Еще Ну сейчас пока натяну А потом кое-что покажу Смотрите Натягиваю Вставляю Допустим у вас бортик Вот бывает такой Вот этот бортик очень короткий Тогда вот этот Вот эта штука переворачивается другим Другой стороной И здесь есть такой ограничитель Смотрите, как он работает Я вот так покажу Вот я Короткий, допустим Он упирается здесь В подрамник Видите Здесь у него хода нет Как в привычном спутере И все Можно так начать Очень мудрая вещь Ну, дальше Чуть-чуть проедем Занимает, я не знаю Ну, 5 минут Я перевернул Поскольку у меня бортики достаточные Там 3 сантиметра Здесь уже пьем До конца Идем до конца И все У нас уже готово Ну, здесь еще И нам нужно будет загнуть Углы Ну, когда уже картина готова В принципе, так вы можете писать Смотрите, я вот так делаю Раз, сюда, сюда И Бабах Бам Бам Та-дам Сюда можно пробить Ну, это когда уже Картину сами Сделаете Вот мужской аспект Для хрупких Девушек Все готово Так Все Можно вставлять в раму Ну, это моя знакомая палитра Такая примерно 33 Здесь на 43 С которой я обычно езжу на этюды Ну, и дома работаю в мастерской Сейчас я еду В Гурзов Ну, буквально там на 9 дней И тестирую Решил с собой взять Маленькую Маленькую Такую Маленький такой Этюдничек И сейчас его протестировал Как вообще Удобно с ним работать Или нет И слава богу Что перед поездкой Я все-таки это сделал Потому что Выяснилось Что некуда кисточки класть И я вот сюда Значит, решил Просто на прищепочке Такой, да Такой вырезал Стаканчик Куда У меня будут Классаться кисточки Чтобы у меня руки были свободны Ну, естественно Мешочек Ну, такой вот Сделал длинную Полосочку Из какого-то Спененного Я не знаю Полистирола Или какой-то панели И Она просто Держится Вот на этих Зажимах Мусорка Актуальна В поездке Эту самую Масленку Я могу сюда Ставить Тоже на такой Ой На таком же Зажиме Очень хороший Мне понравился Этот Этюдничек Мини Один парень Делает его Такие В Москве Если интересно Вот я Съезжу Поработаю И расскажу вам Как Как он живет Как он себя Чувствует Значит Что здесь Здесь Есть две Прорези Куда Вот Вставляются Ну Картонки На картонки Можно И холст Налепить Я еще Кстати Большой зазор Довольно-таки Получается Вот здесь Картонки Так Какой же У них Размер Сейчас Мы посмотрим Какой Размер Картонки Стандартные 18 на 24 Можно Меньше Я еще Сюда Вот Прилепил Видите Двойной Лепкий Скотч Мне так Удобно Вот Может быть Нестандартный Размер Я прям Прилепил Скотч Потом Легко Ну Нелегко Но с помощью Мастихина Оторвется И снимется Ну Вот такая Интересная Штука Все это Крепится Здесь Значит Есть Винтик И крепится На фото Треногу По-моему Очень интересная Идея Продолжение следует Продолжение следует... 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 Продолжение следует...